МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости о НАПР-регион в студии Сергея Корабельникова. Здравствуйте! Итак, коротко о главных темах выпуска. Оборудование стареет и портится, поэтому я считаю, что нужно ремонт делать. Плановый ремонт. Городские коммунальщики взялись за благоустройство детских площадок. Вы на передовом рубеже. Именно от вашей работы зависит жизнь людей. 95 лет на службе. В НАПР открыт памятный камень в честь Дня образования Государственного пожарного надзора. Если будет приглашение, если будет меня привлекать, я буду всегда с удовольствием делиться своим опытом. Мастер-класс от чемпионки. Воспитанникам Федерации каратэ и адаптивных видов спорта Анапы дала урок легендарная Светлана Приказчикова. В начале о главном. До конца следующего года в Краснодарском крае будет создано еще 9 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Об этом губернатор рассказал сегодня на совещании, которое прошло в формате видеоселектора. Участие в нем принял и мэр Анапы Василий Швец. Сегодня на Кубани уже есть 350 уникальных особо охраняемых территорий краевого значения. Это свыше 500 тысяч гектаров. Вени Минкондратьев сделал акцент на том, что необходимо не только создавать новые охраняемые зоны, но и обеспечить максимальный контроль уже действующих. Не просто еще нужно создать опыты. Нужно еще обеспечить режим работы, его сохранение, сохранность особо охраняемой природной территории. Это тоже очень важно. Это, коллеги, между прочим, тоже и финансирование. Контроль должен быть. Не просто очертили постановление губернатора и сдали, и все. Нет. Это только самый первый шаг. Самый первый шаг. А потом еще много действий в исполнении постановления и в соблюдении режима работы. Там же и отдыхающие могут быть, но только в рамках сопровождающего и иные условия есть. Но это все должно работать. Добавлю, что за последние 6 лет появились 62 особо охраняемые природные территории местного значения в 29 муниципалитетах. И почти половина из них с начала прошлого года. На территории Анапы расположено 9 особо охраняемых природных территорий регионального и 2 местного значения. Сегодня обсуждаются варианты увеличения их количества. Сегодня на территории 44-й пожарно-спасательной части в Анапе был торжественно открыт памятный камень в честь 95-летия Государственного пожарного надзора России. Именно 18 июля служба отмечает годовщину со дня основания. С профессиональным праздником сотрудников МЧС поздравили руководители мэрии и Советы депутатов. К ним присоединяется и наша телерадиокомпания. Почетные грамоты мэра Анапы и благодарности Совета депутатов города-курорта сегодня вручали отличившимся сотрудникам МЧС России. Повод более чем значительный. Сегодня исполнилось 95 лет со дня основания Государственного пожарного надзора. На территории Анапской части был торжественно открыт памятный камень в честь этой даты. От себя лично я сколько ни буду приходить к вам, столько буду повторять. Кусочек моего сердца достаточно большой, всегда-всегда рядом с вами. 14 тысяч сотрудников, 750 тысяч мероприятий по году – это огромное количество, огромное количество. Вы на передовом рубеже, именно от вашей работы зависит жизнь людей. Это очень важно, крайне важно. Никогда просто не забывайте, что понятно надо и требовать надо это. Никогда не забывайте, что напротив вас люди. Это прежде всего, это главное богатство. Все остальное потом, сначала люди. Этот профессионализм всегда был присущ людям, которые служили своему Отечеству, служили людям. Я искренне вас поздравляю с этим праздником и хочется вам пожелать мирного неба, добра и благополучия. И пусть у вас все получается. С праздником, дорогие друзья! В обязанности инспекторов пожарного надзора и разнователей входит многое. В первую очередь, сотрудники службы должны не допускать возгораний. Они ведут профилактическую работу. Как раз в эти дни в Анапе продолжаются операции «Детский отдых» и «Урожай». Кроме того, каждый специалист выясняет причины возникновения пожаров, чтобы они не повторялись. Хочется поздравить всех нас с 95-летием, здоровья всем, ну а кто еще служит, удачи, терпения. С праздником нас! Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Анапе активно продолжается реконструкция детских площадок. Сегодня специалисты муниципального учреждения благоустройства работали в парке Станицы Анапской. В ближайшее время они проведут мониторинг городских и сельских игровых зон. На основе этого будет разработан план работ на ближайшее время. Что в него входит, выяснила наша съемочная группа. Ребят с яркими галстуками видно издалека. Это ученики школы Станицы Анапской, которые посещают летний лагерь. Одно из любимых занятий детей – игры в Центральном парке. На площадку вместе с вожатыми они ходят практически каждый день. Детям же нужно еще и бегать, играть. Поэтому мы выходим сюда. Здесь для них прям отличная шикарная зона, где и в тенечке дети могут поиграть по своим. Кто-то катается, кто-то в лабиринт, кто-то на старших тренажерах. В волейбол играет. Здесь места достаточно. Это вообще место необходимое для станичников. Ежедневно здесь проводят досуг почти сотни ребят из школьного лагеря. Не говоря уже о детях, которые пришли в парк 70-летия Победы вместе с родителями. С такой нагрузкой быстро изнашиваются даже самые надежные игровые комплексы. Так что пришло время ремонта. Этой работой занимаются специалисты муниципального учреждения благоустройства. Несколько дней назад они отремонтировали детский комплекс в 12-м микрорайоне. В плане работ в станице Анапской – замена ограждений на стадионе, реконструкция сломанных тренажеров и турников, а также замена недостающих деталей на качелях. Оборудование стареет и портится, поэтому я считаю, что нужно ремонт делать. Ремонт в станице Анапской завершится в ближайшие дни. После этого специалисты благоустройства осмотрят другие детские площадки в городе и сельских округах, после чего составят план реконструкций до конца месяца. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. Спорт сегодня неотъемлемая часть жизни анапчан. Накануне в нашем городе состоялся мастер-класс многократной чемпионки России, Европы и мира Светланы Приказчиковой. Она приехала по приглашению Федерации карате и адаптивных видов спорта. Участница Зала славы Российского союза боевых искусств провела занятия с анапскими параспортсменами. На нем побывал и наш корреспондент Алексей Девикин. 12-кратная чемпионка России, победительница европейских и мировых турниров по карате, Светлана Приказчикова нашла время в своем плотном графике, чтобы встретиться с особенными спортсменами из Анапы. К нам приехали звезда мирового уровня, чемпионка мира и Европы Светлана Приказчикова. Светлана Приказчикова проводит для нас ряд спортивных мероприятий по совершенствованию спортивного мастерства. Делится своим богатейшим опытом. Светлана Николаевна приехала вместе со своим тренером Георгием Лысенко. У них богатейший опыт и вот они сегодня с нами делятся. Сама чемпионка признается, для нее мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья – особый вызов. Тренеров, которые занимаются спорта спортсменами, в России пока не очень много. Поэтому приглашение Анапской Федерации адаптивных видов спорта было принято сразу. Огромное спасибо и руководителям города, и руководителям спорта города вообще за эту идею, за поддержку. И я думаю, что надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И если будет приглашение, если будет меня привлекать, я буду всегда с удовольствием делиться своим опытом. Потому что к таким видам спорта я отношусь очень трепетно. Сегодня есть специалист у нас в городе в лице Дмитрия Владимировича Чайкина, человек, который организовал федерацию, который работает с детьми, кто работает со взрослыми. Федерация проводит мероприятия международного уровня. Есть мероприятия, на которых ребята выезжают на другие мероприятия для того, чтобы и себя показать, и жить, заниматься физической культурой и спортом непосредственно полноценной своей жизнью, совсем в неограниченном пространстве. Судя по настроению участников мастер-класса, этот визит Светланы Приказчиковой в Анапу станет далеко не последним. Сотрудничество Федерации карате и адаптивных видов спорта Кубани и Саратовской области выходит на новый уровень. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. И в продолжение темы. Анапские футболисты провели товарищеский матч со сборной Севастополя. Встреча состоялась на новом стадионе в поселке Виноградном. Он сегодня без преувеличения становится одним из главных спортивных объектов города-курорта. У крымского филиала знаменитого московского «Спартака» пока не очень большой опыт выездных матчей. Взрослая команда до сих пор играла в формате 8 на 8, но для визита в Анапу пришлось набрать полный состав. Это начало большой дружбы спортсменов двух черноморских городов. Мы приехали сюда на товарищеский турнир. Для нас такое событие, спасибо принимающей стороне. Называются они сборная Анапы. У нас настроение великолепное. Еще раз благодарим за приглашение. Зовем обратно к себе с ответным визитом. На дружеской основе между администрациями был разговор городов. И вот что еще не объединяет, как футбол. Спорт и тем более футбол. Так что вот так оно и сложилось. От чистого сердца спасибо большое. Для нас это первый опыт, первый выезд. Надеюсь, не последний. И мы с удовольствием также примем всех желающих из города Анапы и из любых городов у нас в Крыму, в городе Севастополь. Для товарищеского матча был выбран один из лучших стадионов Анапы. На поле виноградном готовы проводить игры любого уровня. Здесь недавно закончился всероссийский турнир детских футбольных команд. Сейчас настало время для взрослых соревнований. Сегодня как раз таки в экватор лета. У нас такой небольшой, но с одной стороны значимый товарищеский матч. Приветствую вас, наши гости, от имени мэра нашего города Василия Александровича нашей Кубанской земли. С наилучшими пожеланиями проведем данное спортивное мероприятие. Потом приедем к вам, еще раз повторим это мероприятие. А может быть даже и не только по футболу, но и закрепим это в таких хороших дружеских отношениях. Мы готовы принимать спортсменов любого уровня, в том числе и гостей наших. Нам приятно принимать их на новом стадионе, обновленном, со всеми удобствами, как говорится. И очень с хорошей инфраструктурой. Это и детские турниры мы уже проводим здесь, межрегиональные. И теперь уже и взрослым турнирам приступили. И думаю, география будет и дальше расширяться. Надеюсь, это только начало и хорошая традиция. Мы готовы ждать с любых городов России спортсменов, чтобы здесь на стадионе. Стадион, я же говорю, еще очень качественно сделан. На нем приятно играть в спорт, приятно болеть, приятно вообще находиться. Поэтому мы рады, что вот этот месяц еще прошел, но каждый день у нас какие-то мероприятия здесь. Даже в рабочие дни, вечером, вот я же говорю, очень много людей занимается местным. То есть, да, это центр притяжения, как уже мы вначале говорили, что не только Виноградный, вообще, наверное, и в районе стал центром притяжения. Сюда люди нравятся приезжать. Товарищеский матч закончился с вполне гостеприимным счетом. Анапчане уступили 2-4. Теперь сборная города-курорта готовится к ответной встрече в Крыму. Антон Чистяков, Алексей Девикин, Михаил Попов, Анапа-регион. На этом у меня все. Напомню, посмотреть сюжеты можно на сайте anapregion.ru или в социальных сетях. В том числе и в Телеграме, если ввести в поиски новости Анапы. Я же с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин